Коронавирусное эхо из Уфимской РКБ докатилось до стерлитамака. 9 апреля городскую клиническую больницу номер 1 закрыли на карантин. Все из-за пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент, у которого подтвердился положительный анализ, был согласно маршрутизации, разработанной Минздравом, сразу же с соблюдением всех мер безопасности на специальной машине станции скором медицинской помощи, сотрудниками, одетыми в средства индивидуальной защиты, которая регламентирована Роспотребнадзором, транспортирован в Демскую городскую больницу, где находится и функционирует госпиталь для таких пациентов. В Уфу пациенты вернулись за то, что развернутый госпиталь на базе другой больницы стерлитамака был не готов принять ковид-положительных больных. А в городской клинической больнице номер 1 запертыми оказались 120 сотрудников и 250 пациентов. Из первых анализов шестеро сотрудников, которые были позитивны, были отправлены сразу же, изолированы и отправлены в инфекционную больницу, они находятся там, у них бессимптомно все, их анализы перепроверяются, вполне вероятно, что они будут отрицательными, то есть ложноположительные первые могут быть. Те, у кого первый тест показал отрицательный результат, были отправлены на самоизоляцию. При этом больше трехсот человек остались в больнице в ожидании результатов. Врачи медучреждения связались с журналистами, рассказали, что вынуждены спать на полу и носить самодельные марлевые маски. В Минздраве считают, что медики сгустили краски. 9 апреля, в первый день карантина, к вечеру были организованы спальные места. Восьмой и девятый этажи лечебного корпуса были отведены для отдыха персонала. На прошлой неделе в больницу доставили два аппарата искусственной вентиляции легких. Также в распоряжении медиков наркозно-дыхательные аппараты. Суммарно не менее 30 точек искусственной вентиляции легких. Плюс ведутся дополнительные работы по дополнительному созданию точек индивидуальной подводки кислорода. В количестве около 300 точек будет. В настоящий момент большая часть сотрудников и пациентов покинули больницу. В ближайшее время в медучреждение будет приведена дезинфекция. В каком режиме городская клиническая больница продолжит свою работу, будет определять Минздрав. Рассматриваются два варианта. Оставить больницу в режиме инфекционного госпиталя или вернуть ей статус многопрофильной городской больницы.